о чем хотел вас попросить но как-то время контролируйте так я собственно приехал всем привет друзья выкроил себе немножечко времени выкроил выкроил как правильно общем планирую на суточки на рыбалку сгонять хотя бы на суточки на больше пока не получится работы много вот и соответственно нужно мне немножко подзатариться в один магазинчик съесть для карповой рыбалки а такой магазин у нас на левом берегу поэтому дорога длинная можем собственно немножко и поговорить пока будем ехать друзья повернул камеру со своего лица она нужна на порядком надоело хороший карповый магазин у нас по карповой рыбалки на левом берегу поэтому еду на левый берег по набережной друзья что хотел сказать о чем хотел вас попросить пожалуйста без обид но контролируйте все-таки время потому что у нас с вами разница со многими из вас разница во времени есть разница не маленькая понимаю что вы наверное это не со зла в пять в шесть утра ватсап в вайбер и не только пишите да но еще из их пытаетесь позвонить я-то встаю рано честно говоря да то есть я в 6 встаю ну и пол седьмого я уже на своей утренней пробежки но но у меня маленькие дети поэтому прошу понять и погостить как-то время контролируйте в 9 утра я готов уже на все телефонные звонки готов отвечать но не раньше у нас замечательная погода в городе очень жарко душно 30 градусов за бортом сейчас показывают поэтому хочется конечно куда-то за город вырваться там все-таки жара не так будет сильно ощущаться даст бог получится пишите в комментариях пишите какая у вас погода наступило ли у вас лето у нас повторить повторюсь очень жарко да что еще у нас интересного прям что-то очень много от вас вопросов по поводу работы риэлтором спрашивайте в чем заключается работа сколько можно зарабатывать что для этого нужно я не знаю друзья наверное может быть сниму отдельное видео если будет интересно вам да я сниму отдельное видео как ответ на этот ваш вопрос пишите в комментариях если интересно я такое видео сделано спрашивайте набираем ли мы будем ли набирать мои сотрудников и есть ли у нас вообще набор да что касается моего агентства недвижимости я набираю сотрудников но честно говорю я далеко не всех принимаю у меня есть некоторый отбор и сейчас я в первую очередь принимаю конечно же то есть людей может быть не у него не с опытом продаж вот именно недвижимости да но обязательно продажники у меня должны быть то есть у вас должен быть обязательно опыт в продажах потому что как правило из менеджер по продажам вырастают достаточно хорошие риэлторы что на навыки телефонного общения есть вы умеете продавать останется только вот собственно под недвижимость до заточить такого человека и достаточно неплохие риэлторы получаются из таких людей и надо понимать друзья что здесь потому что не некоторые не совсем понимают они думают что риэлторы собственно придя в эту профессию можно зарабатывать большие деньги практически ничего не делать всем кто так думает я могу ответить что до зарабатывать можно можно зарабатывать действительно очень хорошие деньги но для этого нужно пахать для этого нужно пахать на ребята работают без выходных порой и поздно по вечерам в различные показы у нас до происходит поэтому работа такая что называется ненормированный рабочий день если вы к этому готовы добро пожаловать но за свое агентство недвижимости могу сказать что он как то так получается что во первых как уже сказал отбор очень жесткий у меня по крайней мере да причем наличие автомобиля не обязательно совершенно почему-то все считают что это прям приоритет нет это совершенно да это это удобно можно больше дел до сделать при наличии автомобиля но у меня некоторые девчонки нет у них машин да но но они достаточно зарабатывать и передвигаются на такси могут себе позволить то есть приоритет не в автомобиле а приоритет вот именно да у продажников и ну естественно главное главное большое желание работать зарабатывать коммуникабельность честность что немаловажно да считаю это немаловажно нашей профессии и у вас в принципе есть шансы попробовать себя в данной сфере в моем агентстве но так так и как-то исторически так сложилось вот агентство нас пять лет но как-то не больше двух человек в год прибывает да скажем так на собеседование приходит много беседуем с кем-то сразу расстаемся да не подходим мы друг друга да то есть у них завышено ожидания по данной сфере деятельности у меня не то чтобы завышено но у меня как уже сказал жесткий отбор но тем не менее вот по результатам года каждого года не больше почему-то двух человек у нас компании прирастает естественно нужно знать город потому что по одному по одному району работать вы не будете это однозначно то есть это сейчас информацию для для иногородних людей кто планирует перебираться в наш город и соответственно хочет попробовать себя в недвижимости то есть вы будете работать по всему городу сейчас ленинский проспект выбираемся на ленинский проспект район д.к. кирова интересный райончики поэтому район тоже планирую видео снять вообще наверно заметили что мы начали делать видео по районам города сейчас сделали пока два таких видео по северному району и по району остужево и немножко там ленинского проспекта ту сторону захватили вот делаем все в процессе друзья будут еще видео у нас и по собственно по каждому району такие видео будут ну просто очень много времени все это дело занимает порой ложишься на мысли что для хорошего качества контента да вот в плане даже обзоров того же района города то ли надо отпуск взять что ли недельки на 2 до чтобы ну то есть ничем больше заниматься как бы времени не остается либо делать хорошие качественные обзоры такие тщательные поездкой и по этому району иску со съемкой с квадрокоптера то есть там ну определенное количество времени это занимает и к сожалению времени так много с нашей работой потому что параллельно до какие-то встречи с клиентами сделки показы переговоры то есть параллельно параллельно куча различной работы поэтому уж попрошу опять же простить но будем будем делать такие обзоры но не так часто у нас будут такие видео выходить частности хотел ближайшее время сделать вот по этому райончику да по вот сторона до к кирова левбережный район сторона до кирова и до диметрова ближайшее время на такое видео вам получится увидеть на нашем канале поэтому кто еще не подписан подписывайтесь не пропустите чем не нравится ленинский проспект что здесь практически никогда не бывает пробок ну вот вот эта сторона имеется ввиду да у нас вот до кирова до до диметрова так я собственно приехал будем искать местечко для парковки вот мы тут рыбацкий магазинчик друзья пишите какие видео вы хотели бы еще увидеть может быть какую-то информацию хотели бы услышать да то есть возможно я сделаю ну то есть это будет не обзор какой-то что чего-то конкретно да будет такой как ответа на ваши вопросы да то есть списочек прям подготовлю и соответственно на все ваши вопросы постараюсь ответить пишите в комментариях что вас интересует такое видео сделаю на сегодня все всем хорошего дня хорошего настроения всем пока